Господа, Антонио здесь. Сегодня я расскажу 5 способов подвернуть рукава рубашке менее чем за 5 минут. Если вы хотите получить больше информации, у меня есть полная инфографика на сайте Royal Man Real Style. Я оставлю ссылку в описании. Друзья, я хочу дать вам эти 5 советов. Первые 3 будут очень похожи. Четвертый, по моему мнению, самый лучший. И я не видел, чтобы кто-нибудь говорил о пятом. В нем я собираюсь вернуть немного ретро. Готовы, друзья? Хорошо. Номер 1, который я рекомендую, афинский способ, который также называется подворот до предплечья. Два простых подворота, и вы видите, как я это делаю. Я использую этот очень простой, очень быстрый способ. Он дает более непринужденный вид, что я сделал прямо сейчас. Довольно просто. И это переход в подворот номер 2, который называется базовый способ. Я закатаю рукав еще один раз. Как видите, я думаю, что он смотрится лучше, когда рукав находится прямо под локтем. Иногда он будет выше в зависимости от рубашки и длины рукава. Номер 3. Это высокий способ. Итак, если у вас есть татуировки, если у вас накачанные руки, вы можете подвернуть так высоко. Я могу сказать, что я так никогда не делаю. У меня нет ни одной татуировки, но вы можете посмотреть. Это высокий способ. Это был номер 3. Способ номер 4. Друзья, готовы? Хорошо. Это мой любимый способ. Его называют по-разному. Я его называю мастерский способ. И вот как вы закатываете рукав. Примерно так. А затем делаете так. Есть много причин, по которым мне он нравится. Я думаю, что из всех он имеет самый опрятный вид. Также, если вы носите рубашку с контрастной манжетой, она будет выглядеть великолепно, потому что виден небольшой контраст. И когда вы захотите его распустить, это будет очень быстро. Вот почему это мой любимый способ. Я называю его мастерский способ. И снова, перейдите по ссылке. Итак, добавим немного старины. Друзья, подвязочный или ленточный способ. Поэтому резиновая лента у меня в руке. Есть такие вещи, которые называются рубашечными подвязками. В наше время ими обычно пользуются музыканты. Вы видите, как она охватывает плечо. И идея в том, чтобы подвернуть рукав. Она не дает ему выправляться. Видите, как я это делаю? Все. Итак, рукав остается где-то здесь. Не носите резиновую ленту, как эта, потому что она давит слишком сильно. Мне действительно нравятся рубашечные подвязки. Но я не взял с собой пару. И это то, что люди обычно использовали в особенности мужчины, которые работали руками в белых воротничках, когда они просто хотели, чтобы их манжеты не мешались. Как вы могли заметить, традиционный подворот находится здесь. Вместо этого у нас нахлёст здесь. И это на самом деле выглядит аккуратнее. И главный момент – это то, что вы будете выделяться, и не будете беспокоиться, как в других способах, о том, что сползёт рукав, или со временем расправится. На этом всё, друзья. Помните, у меня есть полная инфографика для вас на сайте Realman Real Style. Увидимся в следующем видео.